Вот и настал тот момент, когда солишке совершенно нет посылок. Практически, скажем так, нет. Многие посылки не доходят, доходят только те, которые не из Китая. Вот так вот. Постепенно страны закрываются, изолируются друг от друга, постепенно вводится карантин, постепенно люди начинают скупать продовольствие. Ажиотаж на каши, на туалетную бумагу, на спички. И это еще только начало. Дальше будет, наверное, намного хуже. А насколько этот карантин вводят неизвестно. Это может быть и сутки, может быть и месяц, может быть и полтора месяца, как они обещают. Но посмотрим, поживем, увидим. Вот. Печально то, что Китай еще не начал работать на полную мощность, не запустил все свои заводы и все свои сервисы доставки. Печально то, что даже на китайском сайте Алиэкспресс все подорожало в несколько раз, особенно бесконтактные термометры, которыми замеряют температуру, которые стоили в районе от 700 до 1200. Сейчас они на порядок выше стали стоить, скажем так, раз 8. Вот. И это только начало, я так подозреваю. Неизвестно, что нас ждет. Больше всего убивает эту неизвестность. Неизвестность того, когда все нормально заработает, когда все нормально станет функционировать, когда можно будет ездить отдыхать куда угодно, когда можно будет пересекать границу других государств без всяких дополнительных, скажем так, мероприятий. Вот. Когда снимут этот карантин, когда пройдет эта волна массового безумия. Вот. Когда изобретут вакцину, либо какие-то действующие меры против того, чтобы не заразиться. Вот. Когда в аптеках станет очень много масок. Все это когда, когда, когда. Вот. Все мы ждем открытия сайта Алиэкспресс, открытия границ, особенно китайских. Когда нам производители мировых брендов начнут представлять свою продукцию, которую они изобрели, но сделали в Китае. Вот. Одни когда. На фоне всего этого убивает еще одна вещь. Когда сделали исследование и оказывается, что бумажные деньги все-таки могут передавать этот вирус. Так что будьте осторожнее. Откажитесь от налички. Курите сигареты, получается. Сидите дома. Ходите в маске. И все у вас будет замечательно. Но это конечно же лирика. Ни в коем случае не надо поддаваться панике. Начинать курить. Игнорировать бумажные деньги. Так как в банковатах они могут закончиться. Вот. А по безналу не везде можно рассчитаться. И когда начнется глобальный пипец, люди захотят именно нал, а не безнал. С этим я уже столкнулся в Луганске. В 2014. Когда в одночасье безнал перестал действовать, а налички на руках у людей не хватало. В общем, как-то так. Ждем, когда запустят китайцы свое производство, свои сайты, свою доставку. Когда снимут ограничения по коронавирусу, по всем странам. Запрет на въезд. И все будет работать так, как прежде. В общем, как-то так. Нам остается только ждать. Ну и естественно жить дальше. Работать. Воспитывать детей. И отлаживать в избранное. С Таобао. С Алиэкспресса. И с Жума, соответственно. Не ведитесь на быструю доставку с Тмола. Потому что там цены на порядок выше. А то и в несколько раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok